Как нарисовать портрет, как рисовать портрет акварелью. Привет, я Дарья Поздняк и давайте начнем работу. Я сделала предварительный референс, не стала обводить сегодня маркер. Меня больше всего интересует вот эта лицевая маска, я ее проработала лучше всего, но также, чтобы не работать к пустому листу и не слетали пропорции, я наметила форму головы, ухо посадила и шею, то есть все равно я все наметила. И давайте начнем работать. Как я говорила, что хорошо бы сразу начинать с больших плоскостей. Я предлагаю залить фон. У меня свет будет вот отсюда слева, слева сверху, и я предлагаю вот этот весь фон сразу же залить. Не буду заливать большой кусок фона, чтобы лист сильно не покоробился, а мочить его с задней стороны мне не хочется. Поэтому залью немножко. Кусочек. Так. Сначала я смочу, потому что лист у меня сухой, чтобы лучше заливалось. Смочила. Так. И заливаю. А в местах касания к лицу можно заливать темным. Вот так. И обязательно теперь прохожу в местах касаний. Кончиком. Тоненько, аккуратненько. Тоненько. 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 И теперь, чтобы не было вырезано, нужно в нескольких местах, там где это можно сделать, затянуть этот тон внутрь. Потому что если мы этого не сделаем, будет очень вырезано, будет плоскостно и нам будет тяжело доказать объем. Поэтому в нескольких местах, там где у нас в лице теневое, ну или не в лице, но вот с этой стороны, где у нас идут теневые моменты, мы затягиваем этот тон. Тогда получается, что вот это касание становится мягче и пропадает вот эта вырезанность и плоскостность. Нам это очень плохо, нам нужно, чтобы был объем. Вот здесь в брови всегда можно затянуть, так же можно обычно затянуть под бровью. Единственное, что кисть не должна быть очень мокрой, потому что иначе вот отсюда вода начнет мигрировать вот туда в пигмент и сделает вот тут вот пятно. Вот я тут задела нечаянно. Тут, наверное, у меня будет небольшой растек через некоторое время, но не сильный. Так, ну я просто не успела, у меня же был сухой лист, я не успела затянуть везде, где я хотела, потому что я уже привыкла работать по-мокрому. Но сегодня я решила, что я мочить не буду, поэтому, видите, у меня сухнет моментально, я не успела. Можно подмыть просто какие-то будут места. Тогда смачиваю это место немножко и тяну опять же сюда, затягиваю. Но если бы мы работали по мокрому листу, оно бы сейчас очень сильно, активно бы мигрировало бы сюда вправо. Это, в принципе, не важно, главное результат. Так, ну смотрите, вот я в нескольких местах сделала, это хорошо. Какие-то места, если потом надо будет подзамыть, мы потом подзамоем. Просто само касание чуть-чуть замываем, оно перестает быть таким резким. Так, хорошо, давайте теперь, давайте теперь что-то большое зальем. Например, вот я начала тут нос затягивать, давайте тут дальше носа будем заливать. Я подмачиваю кусочек, потому что у меня бумага сухая. И ввожу. Если я кладу по-сухому, значит я быстренько, пока оно не высохло, его границы этого мазка смачиваю, чтобы они мягко вплавились. Иначе будет очень жестко. Мы хоть и делаем обрубовочную, довольно обрубовочный портретик, но все-таки. Так, давайте вот эту тоже зальем, чуть-чуть здесь смочу. Бровь мы потом еще усилим. Так, что-то большое хочется еще залить. Хорошо, давайте зальем волосы каким-то средним тоном, чтобы просто они не были белыми. Зальем довольно живо их, без особой проработки. Чтобы немножко намекнуть на то, как там волосы у нас пошли в хвост. Вот они в хвост собираются. Вот здесь за ухом будет вообще теневое место, потому что цвет-то у нас отсюда. Так, и тут у нас будет хвост. Можно, в принципе, даже это все как-то так объединить, как будто бы там тень пошла. А здесь, смотрите, к лицу очень важно смягчить это касание, чтобы не были волосы вырезанными. И заодно можно же его сюда растянуть сразу же на эту боковую тень головы. Здесь, смотрите, у нас проходит такая тень, потому что цвет отсюда, и как бы по-хорошему вся боковая часть головы должна быть в тени. Так, и в принципе, ухо тоже должно быть в тени, кроме там каких-то парочки моментов. Я оставила вот здесь чуть цветовое место и вот здесь. И шею тоже я тогда уведу в тень. Вот здесь от уха идет такая площадка световая на шее. Нет, хочется ее сильно затемнять, но белой ее оставлять тоже нельзя, иначе будет очень гореть. Когда высохнет, мы, может быть, еще добавим. Так, вот здесь я тоже фон добавлю, тем более, что тут как-то хвост неестественно залился. Мы потом поправим. В этом месте. Хорошо. Давайте слепим глаз. Значит, я могу посадить сразу же радужку, только оставляю плечок. Берегите плечок. Радужку вместе с зрачком закрываю, зрачок потом усилию. Так, нижняя толщинка века будет в тени. Так, слезнячок. И давайте я брови усилю. Вот здесь нужно посадить темненький мазочек. Как бы скула. Да, я давно, конечно, по-сухому не работала. Уже забыла, как это делать. Вот здесь тоже чуть-чуть усилим. Я все-таки рисую довольно конструктивно сейчас, чтобы была понятна конструкция. Имейте это в виду. Так, зальем верхнюю губу. Верхняя губа всегда будет в тени. При типичном освещении. Я оставила плечок. Решила попробовать, как будет. Если я там сделаю блик. Так, под губой, вот здесь по центру будет место потемнее. А боковиночки, вот эти, будут тоже темными, но чуть-чуть посветлее. Так, вот эта часть подбородка тоже будет теневой, но не очень сильно. И у нас пойдет довольно темная линия вот здесь. Если мне нужно будет покрежче, здесь я положу повторно, когда подсохнет. Так. Давайте сделаем вот тут нос. Я вот тут на референсе как бы по тону взложила. Так, и вот здесь будет тень. По-хорошему здесь будет рефлекс. И будет какая-то уже небольшая падающая тень от носа. Давайте мы ее сделаем. Вот сюда чуть-чуть в носогубку это переходит. Так, так как у нас конструктивный рисунок, мы можем себе это позволить. Так, вот. Вот этот рефлексик я попозже его прикрою. Он будет поспокойнее. Но сейчас пусть так высохнет. Иначе сольется. Вот здесь под кончиком носа нужна тень. И мы ее разгоняем. И вбок, и вниз. Так, что еще? Значит, свет у нас оттуда. Соответственно. Вот так. Давайте зрачки нарисуем, наверное. Не забывайте, что влячок мы не перекрываем. Вот так. Влячок бережу. Так. Вот здесь в глаза можно посадить инюшечку. Очень аккуратно и растащите ее вот сюда. Смягчение. А мы еще глаз будем утемнять обязательно. Вот эту вот площадочку века, толщинку верхнего века, я сказала, что она будет теневая, и вот эту сторону закрыла. Но здесь она открыта довольно сильно нам видно. И чтобы там внутри был рефлекс, я сделаю вот так. Я как бы сделаю средним тоном. Но вот эту я потом сделаю потемнее. И вот здесь еще сделаю потемнее. И надеюсь, что она будет немножко гореть. Чтобы там как бы рефлекс немножко горел. Вот эту нижнюю губу нужно сделать. Я тоже нарисовала здесь блички. Не знаю. Если мне не понравится, я потом их закрашу. Верхнюю мы будем утемнять по тону, тем более, что я вот эту тут неправильно мазнула. Но я это поправлю утемнением тона. Так. Что еще? Обязательно нужно ухо сделать хоть как-нибудь. Пусть даже не сильно порабатывая, но все же. Чтобы оно не было белого. Также вот эта часть все-таки еще должна уйти в тон. И вот эта, кстати, начинать должна уже уходить в тон. Я добавила вот здесь в ухе пару мазочков. И давайте зальем еще раз верхнюю губу. Усилим. Во-первых, усилить можно сам. Я смочу только внизу. Верху буду растаскивать, наверное, по-сухому. Ну, зато он у меня на нижнюю не потечет. Плечок, я уже говорила, я не уверена. Если что, я его в конце замажу. Я вам уже говорила, старайтесь не обводить губы. Поэтому по краям, вот здесь, особенно вот здесь и вот здесь. Лучше не обводить, если есть возможность, даже где-то смягчить касание. Да, мой эксперимент. Мне пока не очень нравится. И главное, мне не очень нравится рисовать по сухой бумаге. Пока я фрагменты лица рисовала, это было, казалось, правильно. Сейчас это неудобно. Так, вот здесь я оставляла брючок. Я его пригашу в сторону губ. Это как бы рефлекс будет. Недостаточно я затенила верхнюю губу. Затемнила. Пройдусь-ка я еще разок. Это, наверное, слишком сильно. И обязательно, обязательно смягчать границы. Так, так как у нас это форма круга, поэтому вот здесь, в принципе, так как свет оттуда, может падать все в тень. Вот этот брючок тоже можно будет, наверное, закрыть попозже. Так. 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 А у меня получилось из-за вот этого темного мазка, у меня получилось, что линия наклона губ сильнее, чем линия наклона бровей. Я с перспективой немножко ошиблась, когда там мазнула темно вот этот уголок, и поэтому у меня сразу губы развернулись. Не знаю, можно ли будет здесь вымыть настолько, насколько это нужно. То есть в рисунке все было нормально, а когда я мазнула акварелью, на 2 мм ниже нарушилась. Попробую все равно исправить это, замываться особо не хочет, значит я позже поставлю акцент чуть выше, там темненький. Кстати, чтобы туда особо не было сильного внимания, вот тут уже касание можно чуть подзамыть. Помните, я говорю, что очень резко здесь касание будет не очень хорошо форму выявлять. Так, также вот тут нужно положить какую-то тенюшку, чтобы выделить вот эту светлую переносицу. Глаз там уходит в тень, и световой остается только блячок. Блячок стал маленьким, отлично. Немножко здесь подчеркну форму верхнего века и разгоню ее под бровь. У нас очень белый лоб, его очень много, он очень белый, очень резкий. Вот это еще касание мы, когда волосы заливали, я его не смягчила, потому что здесь было мокро. Я боялась туда, что потечет. Потому что я предлагаю закрыть лоб легким тонем, чтобы он так не горел. Потом своей плоскостностью выворачивать нам всю поверхность. Смягчить касание вот здесь. Немножко подзамыть. Еще зависит от бумаги. На разной бумаге разные касания вот эти образуются. У меня сейчас сатин. Он вообще без фактуры. На бумаге с фактурой, мне кажется, вот эти моменты замываются немножко легче. Ну, опять же, я не жалуюсь. Пока все нормально. Опять же, здесь немножко тоже замою касание. Капельку. У нас как бы световое, но оно все-таки не так, что прям супер белое. Все-таки самые световые места у нас, это что? Это вот здесь будет кончик носа, брички. Можно вот здесь на веках оставить кусочки, чтобы конструкцию именно выделить. На самом деле в жизни, конечно, не так, но именно для выделения конструкции. Беленькие вот здесь на подбородке мы обязательно оставим. Даже вот это мы немножко подзакроем. И обязательно белки в глазах сейчас уберем. Они не должны быть такими. Так, гореть они не должны. И сейчас я положу мазочек, и немножко выделится толщинка нижнего века. То есть сначала я положила на весь белок светлый-светлый тон с водичкой, а потом вот именно в место, где я хочу выделить толщинку, я чуть-чуть вплавила темного пигмента. Верхние века все-таки придется, хотя может и не придется. Давайте сначала мы положим темненькое вот здесь за глазом. Разгоним его. Вот так разгоним. Вот эта часть у глаза тоже будет в тени, потому что цвет у нас слева. Вот эта часть уходит в тень. Вот здесь такая подхваточка. А вот здесь должно быть посветлее. Можно чуть-чуть усилить брови. И обязательно бровь где-то надо смягчить, потому что она не нарисована, она живая. Она должна плавно ложиться на форму. Так, хорошо. Нос. Надо сделать нос. Его начали и не доделали. Вот здесь я говорила, что нужно будет пригасить рефлекс. Сейчас я сначала здесь утемню немножко тень. Сейчас она высохнет, и тогда я пригасшиваю рефлексик. Чуть-чуть усилю еще кончик носа. Тут потемнее. И вот здесь можно залить вот эту всю площадку. От носа еще идет какая-то падающая тень. Шея. Вот эта часть передняя освещена она больше. Вот эта часть боковая. Вот эта часть как бы тоже передняя освещена больше. У меня сейчас так дробно, потому что вот эту надо стемнеть. Шею разбираем тоже сейчас довольно условно на большие плоскости. Вот так. И вообще вот эта должна быть еще немножечко вот здесь затемна, потому что сверху же у нас идет свет. Соответственно, вот здесь от уха, от головы тоже на нее что-то попадает, какая-то тень. И чтобы она сильно внимания на себя не привлекала, потому что у нас все-таки дело главное сейчас в лице, мы ее вот здесь сверху успокаиваем. Вот здесь она уже может начать высветляться. Усилить можно в ухе, какие-то моменты. Ну, вы видите, да, мой любимый прием. Я сажаю мазочек и разгоняю. И мы практически закончили конструктивный разбор. Давайте уберем лишние блики, они потому что мешают целостности работы. Смягчаем обязательно к лицу. Так, слишком, наверное, сильный блик вот здесь. Потому что свет у нас все-таки оттуда. Слишком сильный блик в ухе. Вот это тоже мы закроем. Закроем здесь фон. Очень какие-то блики вот здесь образовались. Световые. Подбородок можно оставить. У него световой только тот кусочек. Здесь уже начинает потемняться. Вот это тоже пригасим. В губах вот здесь надо не забыть мне оставить. Моментик. Кончик носа я тоже пригашу, потому что он как бы... Самое светлое у нас вот это, потому что нас к свету повернут. А это она уже почти вертикальная площадка. Она уже посветлее становится. Можно закрыть вот здесь ноутбричку, потому что свет оттуда и сюда падает как бы тень от носа. Так, и чуть-чуть усилить можно вот здесь. Да, я люблю сначала смочить, а потом туда ляпнуть пигмент, не подумав, что потечет. Я так умею. Ну, что страшного. Нужно выбрать. Продолжение следует... Вот эти области я сделаю поменьше, закрою вот этот блячок, и хочется мне мазнуть потемнее. Хочется мне вот в этом месте сделать нос темнее, чем фон. Не знаю почему. Сейчас попробую. Да, я забыла совсем, что ноздри то у меня. Эта же поверхность, отвернута от цвета, должна быть довольно темной. И обязательно смягчаем, не забывайте. Положили и смягчаем. А, я сейчас ноздричку немножко усилю, и будет только надо сухим, потому что там рядом у меня мокрая, чтобы не потекла. Так, и я хотела губы усилить. Помните, я говорила, что там неправильно мазнула? Чтобы акцент пошел на эти новые уголочки и выровнялась вот эта линия перспективная. Вот это то, что линии у меня идут вот так, в одной системе. Под губами можно еще сделать акцентик. Разгоняем. Хочется мне все-таки, чтобы вот здесь светилось, вот это свет попадал в эту верхнюю толщинку верхнюю верхнюю. То есть она как бы должна быть в тени, но при этом мне хочется, чтобы в ней сохранился свет. Внутри рефлекс. Поэтому я ее сильно не утемняю. Вообще она, конечно, должна быть теневой. Это эксперимент, хочу так попробовать. Вот здесь от века же должна падать тень на белок глаза. Все-таки придется прикасить. Что делать? Ладно, может быть я какой-то большой глаз буду рисовать и там попробую это сделать. Вот здесь нужно показать, что в данной ситуации область под бровью темнее, чем век. Так, это выигрышно будет смотреться. И смягчаем, смягчаем, не забывайте. Все всегда смягчаем. Иначе будет супер вырезано. И делаем симметрию. Если я здесь посадила какой-то акцент на этот глаз, то и там я должна посадить. Так, а теперь у меня, я смотрю, вот эта линия носа, я мазнула ее. Неправильно. Она теперь мне перспективу портит. Вот и говорили, такая мазнешь чуть-чуть на миллиметр в другую сторону. И у тебя нарушится все перспективы. Надо внимательно проверять, как там мазнулось и переделывать, если что. Так, вот я поправила. Чтобы вот эти вот все линии были в системе линий. Вот так. Продолжение следует... 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 Потому что я подмочила лист. Ля-ля-ля, что-то мне эта ворсистая линия не нравится. Слишком она активная. Если её в паре местом промокнём, да, так лучше. Хорошо. В принципе, когда лист сзади подмочен, не обязательно что-то смачивать, только какие-то большие плоскости. Хочется передать по ворсинке прически. Тогда сюда пойдёт висок. Так, моделирую прическу. Тут уже хочется, чтобы немножко здесь... Ну, в принципе, уже лучше стало. Хорошо, здесь сверху мы дадим просто фон. Кусочек фона. Так. Вот так. Так. Вот так. 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 а вот здесь усилию эту линию помните вначале сказавшим немножко начал течь я не смогла это довести как мне хотелось потому что начало течь в подбородок теперь я ее усилю обязательно смягчаю конечно же не оставляем жестко где-то где можно завести внутрь заводим чтобы был мягкий переход все-таки здесь под ухом тоже можно подчеркнуть но обязательно тоже разгоняем я бы еще чуть-чуть все-таки притонировал вот здесь потому что здесь задний план и очень уж эти блика рефлексы так что еще нам нужно сделать проверяем все ли мы сделали вот у нас в носу на этой самой освещенной поверхности довольно длинная такая световая поверхность хочется немножко разбить то уж очень она плоско сна через так вот этот рефлексе по носу надо чуть закрыть мы его уже закрывали но недостаточно так закрываем акцентик немножко у меня тут что-то с ухом как-то у него не очень красиво ночка слепилась так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще вот здесь хочется местечко закрыть, маленькое, тоже, потому что задний план, чтобы оно на себя внимания не привлекало большого. Все, на этом мы остановимся. Сейчас тапельку еще вот здесь... Продолжение следует... Так, и чуть-чуть пригасить этот рефлекс под губами. Сейчас капельку подсохнет, чтобы он очень сильно не горел. Продолжение следует... И блячок я все-таки в губе закрою. Здесь... И вот этот... И вот этот... Продолжение следует... Продолжение следует... Подписывайтесь... Подписывайтесь... Подписывайтесь...